Мы гуляем с Микушей. Боже, как красиво! Осенние краски и солнышко, как на картинке. Доброе утро! Боже мой, как я рада вернуться к своему привычному работающему уходу. Вы себе не представляете. Так как сейчас холодно, кожа сухая, поэтому я перешла на увлажняющее умывание. Конечно же, это бренд CeraVe. Вот это увлажняющий, пенящийся, очищающий гель. И также купила недавно еще увлажняющее масло, пенящиеся. Оно не оставляет жирные пленки. Обязательно расскажу вам о бюджетных находках. Но оба средства подходят для утреннего очищения кожи и также для вечернего, в том числе для демакияжа. Вместо тоников мне нравится использовать эссенции, так как они лучше работают, как бы больше функций выполняют. При том, что это одно средство. Боевой штренд уже заканчивается для проблемной кожи, для той, которая нуждается в восстановлении. И дает легкое увлажнение. Вот этот мист, он все-таки более увлажняющий. Бренд SkinCeuticals. Удобный формат. Наносится так, пш-пш-пш и все. И убирает красноту, какие-то раздражения. И уже такое хорошее увлажнение на старте получается. Даже если я очень тороплюсь, я всегда успеваю сделать курс микротоков с самого утра. Это прям обязательная часть моей повседневной уходовой рутины. Это помогает мне выглядеть свежее, поскорее убирает утреннюю отечность, поддерживает контур лица и упругость кожи. Микротоки способствуют выработке коллагена, а именно он за нее отвечает. И я хочу вам сказать, что ни один крем не способен сделать то же самое, потому что БР воздействует не только на поверхность кожи, но и на мышцы и также саму дерму. Поэтому сейчас это мой абсолютный must-have. Под глаза продолжаю использовать глубоко увлажняющий крем от Andalou Naturals. Здесь очень хороший состав, но на зиму хочется чего-то с такой питательной ноткой, поэтому кое-что еще дозаказала. И покажу вам дальше видео. Должно сегодня приехать. После лечения у меня гиперсухая кожа. Над тоном я буду работать, но все постепенно. Для того, чтобы восстановить защитный барьер, я использую вот этот лайтовый по составу. То есть здесь нет ничего агрессивного. Бренд Etude House, линейка Sun Young, наверное так. И он легкий по консистенции, но очень хорошо увлажняет кожу. Не дает ей пересыхать. Если у вас уже холодно, то на заметку он не забивает поры и тоже не ощущается какой-то пленкой на лице. Вот так сейчас выглядит мой обязательный утренний уход. Ни один из шагов я не пропускаю. Вот она я, непостоянная натура. Да, у меня не хватило терпения отрастить волосы. Вот знаете, бывает такая длина и не туда, и не сюда. То есть нужно переждать этот момент, если вы реально хотите отрастить длину. Я же, как видите, не смогла это все выдержать. Пошла и постриглась даже короче, чем обычно. Захотелось как-то освежиться, обновиться. И ногти переделала. В общем, занялась немножечко собой. И сегодня по-быстрому красилась. Как-то неудачно подобрала помаду, вам не кажется? Надела все такое мрачно-серое. И сама стала более грустной. Какой-то такой безликой. Нужно добавить чуть-чуть более яркого цвета. Я сейчас еду в торговый центр. Я вообще в предвкушении поездки. Еду сама. На несколько дней лечу к маме. Вообще к своей семье и не только. Это запланированная поездка. Это никак не связано с тем, что я рассказывала раньше. Еще будучи летом в Украине, я подавалась на новый паспорт. Потому что у меня мой заканчивается. И он уже готов, он меня ждет. И я планировала где-то в октябре поехать к маме на пару дней. Взяла заранее билеты. И, собственно говоря, еду теперь. Несмотря на то, что у меня ограничен багаж, ручная кладь, там маленький чемоданчик, я все равно хочу впихнуть туда подарки для Жорика. Это мой племянник. Единственный, первый. И он уже такой улыбашка, обаяшка. Контактирует со всеми. Поэтому, наверное, даже после аэропорта я сначала съезжу к брату и к его семье. Может, мы с мамой там встретимся. Я пока что не знаю. Мы не созванивались, не договаривались. Но я еду одна и перезагружусь, развеюсь. Вообще такое состояние, когда хочется самой, знаете, кому-то на ручке, чтобы тебя обняли, погладили по головке, не пожалели, а просто как-то хочется какой-то близости, что ли. И мама это навсегда. Поэтому, как только появился еще один повод съездить в Украину, я такая, окей, поехали. Не знаю, как там будет дальше со всеми вот этими границами, с какими-то обострениями, мерами. Поэтому не хочу затягивать. А то я вечно с документами всю эту волокиту растягиваю, на месяцы, годы. Нет. Я решила, что поеду, и как раз очень вовремя эта поездка. Я еще хочу заехать в Ти-Джей Макс. Это такой огромный магазин. В Америке это Ти-Джей Макс. Наверняка вы слышали от меня о нем. Там есть и косметика, и одежда. Господи, все. Но я в основном наведываюсь туда в поисках чего-то для дома. Я не знаю, в курсе вы или нет, но вообще-то новогодние праздники не за горами. У нас уже везде продается новогодний декор. И, в принципе, я пока что еще не особо что-то запланировала и не собираюсь скупать все новогоднее. Но с Ти-Джей Макс такая история, что если ты не придешь туда за чем-то сезонным за два месяца, скажем, да, там реально раньше появляются все эти товары, не только новогодние, но и пасхальные, за два месяца, ну, может, за месяц так точно, то потом уже в декабре все сто раз переберут и останется только самое худшее. А раз я уж буду в торговом центре, то почему бы, собственно говоря, и да. Еще зайдем в H&M, посмотрим, что там интересненького. Я не думаю, что я буду ходить прям по всем магазинам, но мы сейчас с вами отправляемся на спонтанный, быстрый, незапланированный шопинг. А когда вернусь, покажу вам одну обновку, которая наконец-то ко мне приехала. Теплая, уютная, суперкрасивая. Еще у меня для вас сюрприз. Поехали! Сейчас я нахожусь в H&M и буду пытаться воссоздать образ стилиста и фэшн-блогера Карины Нигай. Она одевала Яну Левенцеву, и один из снарядов не очень приглянулся. К сожалению, девчонки не давали точных номеров и артикулов, поэтому я набрала тут чего-то похожего. Из обуви единственное, что было в таком, типа как милитари стиле, но светлого цвета, вот эти. Также в мужском отделе нашла точно такую же, как у них, шапочку. Она такая как подстреленная, но супер модная. Не знаю, как мне в этом будет, но я не боюсь мерить. Это самое главное. Это то, о чем я вам говорила в одном из последних роликов. Из брюк. У меня такие тоненькие хлопковые леггинсы. Они, к сожалению, только в 38 размере и больше. Они, наверное, будут мне велики, но так схватила. Мало ли, вдруг совсем ничего другого не подберу. Это тоже светлые леггинсы более такого бежевого цвета. Но это супер светлый беж и ткань по тоньше, чем, например, в Заре. Хотя здесь есть легкие ночёс, поэтому, возможно, они будут даже чуточку теплее. Это светлые джинсы, уже на крайняк, так сказать. И абсолютно точно, у девчонок в образе был укороченный жилет, который абсолютно ничего не греет. Но для именно образа он очень хорошо подходит. Единственный момент, мне так же, как я, не идут укороченные жакеты, жилеты. Потому что у меня широкие бедра. Поэтому я сделаю так, как предложила Карина. Я взяла рубашку в мужском отделе. Вот такой расцветки. Это клетка. Точно такой же, как у девочек, не было. Поэтому я взяла просто что-то, что хорошо впишется в мою цветовую гамму. И обычный вот такой гольфик беленький. Можно найти, в принципе, и поплотнее. У меня М-ка. Все разобрали. Поэтому нужно искать онлайн. И я обязательно оставлю вам ссылки. Мало ли, вдруг вам тоже станет интересно. Ну а теперь давайте померяем. Ну что, я оделась. Я абсолютно точно могу сказать, что я бы сама не додумалась до такого сочетания. Но, смотрите, у меня есть светлые ботинки. У меня есть светлые леггинсы. Рубашку можно даже у мужа в гардеробе поискать. На худой конец жилетка. Ну, может, у вас есть какая-то неудачная модель, которую вы не знали, как, с чем носить. Кофточка мне велика. К сожалению, я буду искать что-то, наверное, в другом магазине. А может, у меня тоже что-то такое есть. Хм, надо призадуматься, шапочка не моя или я не могу к себе привыкнуть. Ну, как-то она такая вот старенная немножко. И волосы у меня явно будут абсолютно прилизанными после нее. Ну, слушайте, найти другую шапочку, другой гольфик, водолазку. Супер идея. Я же вам говорила, что нужно следить за блогерами, потому что вот так зашел в магазин, померил то, что вообще тебе не свойственно. И не обязательно же в одном магазине одеваться, да. Я сейчас как раз буду в торговом центре, я гляну, может, где-то есть более удачная для меня шапочка, потому что вот эта супермодная как-то... Не знаю. Ну, а в целом, как идея, очень прикольно. Я бы вообще была бы не против, если бы меня кто-нибудь из стилистов одел. Ну, нужно еще как-то потренироваться, завязывать вот эту рубашку. Просто я не могу никак вот эту кофточку разложить таким образом, чтобы она не оттопыривалась. Если бы она была больше как бы к телу, было бы лучше. Прикольно. Рубашку я еще посмотрю в Pull&Bear. Мне кажется, что там они могут быть поплотнее. Возможно, я ошибаюсь. То есть, это не плотная баечка, но это и не тонкий материал. И жилетка у меня в размере XS. То есть, она oversize такая. Регенсы не такие-то и плохие, как мне показалось сначала. У меня 34 размер, но такое впечатление, что их кто-то до меня носил. Этикетка вся пожеванная. Ботиночки в 38 размере. Если сравнивать с такими же из Stradivarius, с похожими точнее, то вот эти гораздо легче, а качество исполнения, ну, приблизительно такое же. И они будут подешевле. Неплохие они, не дуговые. Если вы хотите что-то на сезон, если нет возможности сейчас купить что-то кожаное, то я считаю, что, в принципе, как вариант. Ах, вот она откуда. Я недавно видела такую стильнючую девчонку в Кракове, и она была с этой сумкой. Я даже подумала, что это что-то брендовое. Это H&M. Я свою, помните, носила с упоением. Я не могла с ней расстаться все лето. И, пожалуй, я тоже себе такую возьму. Это сумка Shoppers. Она еще идет с кармашком внутри, со второй стороны. Он очень вместительный, ткань плотная. Ой, гусяную лапку я, конечно, обожаю. Вот эти базовые свитера есть практически в каждой коллекции H&M. У них нет тонкая пряжа. И, в принципе, они неплохо носятся. У меня есть такой же, только с другой горловиной. И здесь совсем чуть шерсти. Но зато он не колючий и не совсем акриловый. И они есть в разных цветах. Он такой, типа, как светлый арахисовый и молочный. Вот он. И стоит не очень дорого. Такая моделька, как я люблю. В отдел с бижутерией тоже стоит заглянуть в H&M. Цепочки, о которых я вам совсем недавно рассказывала. Вот они. Но сейчас появились и более деликатные по сравнению с теми, которые у меня. Вот точно такая же, только мини-версия. И я бы все-таки брала вот эти, как состаренные. Хорошо носятся. У меня так много всего разбилось из моего сервиза, который я использую. Ну, не только на праздники, а также на каждый день. Я не стала бы брать что-то именно новогоднее. Но вот эти, конечно, очень красивые. И я не знаю, как быть. Потому что сервиз из Икеи уже не продается. И теперь тарелки я не докуплю. Буду думать. Но мне не нравится есть из цветной посуды. Не знаю, может, это какие-то мои личные заморочки. Я предпочитаю чисто вот белое. Точнее, даже не белое, а кремовое. Вау, такого я еще не видела. Посмотрите, какие салфетки. Они полностью расшиты бисером. Я предполагаю, что это ручная работа. Как же это красиво. Мне вообще хочется оформить все в белом цвете. Возможно, с золотом или с серебром. Я пока что не решила. Конечно, на всех гостей столько не накупишь. Они, наверное, не дешевые. Эти салфетки. Вот есть еще и такие цветные. Ой, не так-то и дорого. Теперь я еще больше в шоке. Потому что стоит это все добро почти 12 евро. Одна штучка. Красочень неимоверная. Все-таки вот эта мне нравится чуточку больше. Наверное, ее и возьму. Мой личный рай. Вот такую посуду я всегда предпочитаю и выбираю. Еще мне очень нравится, как смотрится стеклянная посуда. Это не хрустальная, сколько я понимаю. Хрустальная, наверное, в разы дороже. Когда-то все избавлялись от этого. Потому что, типа, не модно. Мне кажется, это классика. Новогоднего декора, на самом деле, еще не так много. Все возможные рогатые подсвечники. Помните, я покупала в прошлом, в позапрошлом году. Не такие. Ну, вот, типа, как пониже, да. Не буду снова брать что-то в этой же тематике. Буду еще, типа, как прям рога из свечей получится. Очень прикольно смотрится. И это стопперы для дверей в виде Дедов Морозов. Но у нас и так ничего не захлопывается. Вот этот щелкунчик ростом с меня. Даже его палка выше, чем я. Представляете? Ну, это, наверное, где-то на улице ставить. Или у кого большая территория. Когда-то, по-моему, Игнат просил оленя в пайетку. Говорю, и куда мы его поставим? Я боюсь, что это все испортится. От снега, от дождя, от ветра. Ну, ладно, пойдем. Я вам говорила, что у меня для вас будет сюрприз. Он сейчас на мне, точнее, пальто мое. Но точно такое же мы будем разыгрывать в нужном вам размере. У моих приятелей Мини Макс уже какое-то время тому назад появился дочерний бренд под названием Мако. У меня есть их тренч. Я ношу его уже, по-моему, третий сезон. С ним все хорошо. И сейчас они начали отшивать пальто из премиальной ткани. Это итальянская ткань. Здесь в составе аж 80% шерсти и 10% кашемира. У меня никогда не было верхней одежды. Хотя бы с небольшим количеством кашемира. И это непередаваемые ощущения. Если вы не знаете, то Мини Макс это те люди, которые уже около 20 лет занимаются пошивом верхней одежды. Пальто. И они знают все тонкости выбора ткани, фурнитуры, правильного кроя. У них есть огромное количество разнообразных пальто. Я сама их ношу уже пару лет. У моей мамы два пальто Мини Макс. Я рада, что они расширяются. Это не реклама. Это просто поддержка. Моя награда за то, что я делюсь с вами какими-то наводками. Это возможность разыграть действительно супер крутой подарок среди моих зрителей. Я просто уверена, что вы его оцените. Это пальто представлено в двух цветах. Есть еще и черный. Но я, наверное, уже никого не удивлю. Выбрала для себя карамельное пальто. Причем у меня модель с утеплителем. Я сейчас стою и понимаю, насколько мне в нем жарко. Я уже выгуливала его в холодный день. Я совершенно не замерзла, при том, что было около нуля. И я надела супер тонкие колготки. Вот так в этом платье, прям даже показывалось вам в инстаграме, я совершенно не замерзла. Это универсальная такая классическая модель, которую можно носить разными способами, с разными нарядами. И при этом вы точно не замерзнете. Ну что, застегиваюсь и покажу вам, как это пальто выглядит с поясом. Невероятная красота. За счет того, что я брала пальто именно на холод, и оно еще и с утеплителем, я заказывала себе 36 размер. Я, в принципе, всегда так делаю, чтобы под него я могла надеть какой-то теплый свитер, что-то, что помогло бы мне утеплиться, когда будет совсем холодно. Я ношу свое пальто от Minimax с утеплителем где-то до минус 5-7, а если надеть что-то шерстяное или термобелье, то я, в принципе, могу целую зиму обойтись даже без пуховика. Если вам понравится что-то от Mako или Minimax UA, есть промокод, напишу его в инфобоксе, он бессрочный. Можете даже сказать, что вы отоси, и всегда получите скидку. Рассмотрим детали. Подкладка из вискозы. Вот такая ткань. Она не совсем прям супер гладкая, но мне это нравится. Здесь две лейбы. Одна с информацией, откуда ткань, а вторая вот просто приятная такая стильная фишечка. Обязательно участвуйте в конкурсе. Условия, как всегда, супер просты. Участвуют все страны. И если вы ищете пальто, то теперь вы знаете, где можно найти. Даже если вы самый капризный покупатель, то я уверена, что даже вы там потеряетесь в выборе. И качество вас однозначно порадует. Девчонки, у нас уже следующий день. Я сейчас буду собирать чемодан. Но перед этим хотела бы сделать очень разношерстную распаковку своих приобретений. И техника, и костюм на Хэллоуин. И вчерашние покупки из H&M. Подарки. Кое-что из косметики. Один аксессуар. Секретный. Без которого я реально жить не могу. Ну как секретный, я сто раз вам о нем рассказывала. Но может вы мне что-то тоже подскажете. Потому что каждый раз покупать новые, это тоже не вариант, как мне кажется. И в Сифору тоже я захаживала не так давно. Купила румяна, о которых все говорят, многие их любят. И я что-то как-то не поняла. Не знаю, может я одна такая в этом мире. И знаете, давайте начнем с глобальной покупки. Это из серии «Бойтесь своих желаний». Нет, я сейчас не стану рассказывать вам о марафоне желаний. Я ни один из них не проходила. Я просто понимала, что моему ноутбуку уже 5 лет. Я работаю на Маке только по той причине, что мне нужно что-то, что переварит все эти терабайты видео. У меня были разные компьютеры и дорогие. Я имею в виду не стационарный Мак. Что-то у меня нового было раньше, Sony. Мне удобнее, конечно, работать именно на ноутбуке. Хотя, может, когда-то переключусь на экраны, что-то вот именно, знаете, за столом рабочим. Но пока что так. И все из них портились спустя 2 года. Они дико зависали все время. И Мак у меня ни разу не заглючил. Он ни разу не выключился. Он до сих пор классно держит батарейку. И я просто подумала о том, что мне нужен компьютер с большим объемом памяти. И я всегда боялась того момента. Когда он просто заглючит. И я останусь без техники, которая мне необходима для того, чтобы монтировать видео. В первую очередь. Я не вижу смысла покупать это для того, чтобы там сидеть в интернете, что-то щелкать. Нет, это именно рабочая техника. И говорят, что не нужно много вложений для того, чтобы заниматься ютубом. Вначале да. Но если ты хочешь работать над качеством картинки, говоря вообще об этом. Да, забрала камеру из сервиса. Умоляю, простите мне шум. И возможно где-то нечеткость картинки. Я занимаюсь этим вопросом. Но как только я начала думать о том, что я хотела бы сменить компьютер. Я уже где-то финансово к этому готовилась. И что вы думаете? Вечером я понимаю, что у меня не работает клавиша. И причем без этой клавиши в принципе жить можно. Но это настолько все усложняет. Там миллион каких-то комбинаций. Вместо того, чтобы нажать только две кнопки. Короче, схватила ноутбук, побежала в официальный магазин iStore. И говорю, что делать? Ну что делать? Отправим на диагностику. Там через две недели или в течение двух недель вам напишут что и как. И это тоже платно, между прочим. Потому что гарантийный срок истек. И потом нужно будет заплатить за ремонт. Короче, все это растянется на три недели. Я такая, о нет. И вот пришел тот момент, когда нужно реально купить новый ноутбук. И как назло. Потому что как раз вот в эти дни выходила новая модель. И получается, пока она доедет к нам в Польшу, пройдет еще полтора месяца. Короче, я стояла, говорю, ладно, тогда я куплю старый. И мое самое большое приобретение это новый MacBook Pro. И у меня еще старая модель, куда можно без проблем вставлять карты памяти. Кстати, во всех каких-то современных компьютерах, которые мне встречались, уже нет дисковода. Я недавно хотела фотки посмотреть из нашей свадьбы. И понимаю, что куда я их вставлю. Ну, не их, а диск. Как-то все так меняется. Но больше всего меня удивила вот эта. Это отдельная деталь, которая покупается. Между прочим, у меня не оригинальная, потому что ее не было. А мне необходим был компьютер вот сейчас. Не завтра, не послезавтра. У меня был срочный проект, который мне нужно было смонтировать. Поэтому мне предложили нечто такое. И представляете, как это неудобно. Ты подключаешь эту пиндюрку к ноутбуку. Я думаю, что это со временем все будет ломаться. Как-то я могу даже потерять. В принципе, это в пределах моих возможностей. Я не понимаю, зачем продавать компьютер там за больше, чем 2000 долларов и покупать отдельно вот это. Зачем? Вы не знаете? Может, у вас есть какие-то идеи? Ну, короче, купила я новый ноутбук. Камеру новую тоже купила, но со звуком проблем. В инстаграме вам рассказывала. Надеюсь, что сейчас все будет работать. Пока буду в самолете, буду крутить, вертеть и, собственно, настраивать ее. Следующая моя очень нужная покупка из польского интернет-магазина. Но это не столь важно. В общем, что это такое? Это завивка для ресниц от бренда Shoe Mura. То есть, что-то, что подкручивает реснички и делает красивый изгиб. У меня была одна такая, но со временем здесь как бы израсходовались резиночки. Благодаря резинке ресницы не травмируются и она мягкая. Она реально отличается от тех, которые продаются по отдельности от других брендов. Я сначала подумала, подумаешь, обойдусь и без нее. Но на самом деле от природы у меня на левом глазу лучше ресницы. Они изогнутые, они какие-то другие, чем на правом. И на правом у меня чаще выпадают реснички, как-то чаще обновляются, что ли. И сейчас они как раз в таком состоянии. В принципе, они не такие изогнутые. И когда я делала ламинирование, то тоже этот глаз не особо поддается. Короче, я в последнее время вообще не могла накрасить глаза. Вот реально. И глаза чувствительные, и плюс ко всему еще и ресницы как-то очень некрасиво выкладывались. Я пошла в Инглот, купила там зажим щипцы вот эти для завивки ресниц. Но не то пальто. Совершенно не тот эффект. И на правом глазу опять же завиток не держится. Я покупала тот, который подороже от Инглот. Потому что их там два, но все равно я поняла, что без шу у Эмура мне не обойтись. Поэтому быстро нашла в польском интернет-магазине. Заказала. Если вы знаете, где можно купить вот эти отдельные резиночки, именно шу у Эмура, пожалуйста, напишите мне. Второе, что я купила в том же магазине, это сыворотка для области под глазами от Medicate. Мне нравится этот бренд. И почему я не использую те же сыворотки, которые мажу на лицо? Потому что у меня здесь был дерматит, и еще остался такой шрамик красный. И в этой сыворотке концентрация витамина С гораздо ниже. То есть это более деликатное средство для нежной области под глазами. Я читала, что она такая как бы маслянистая и тоже должна придавать еще и питание. Коже здесь не так-то много средства. Всего 7 миллилитров. Но, справедливости ради, это было чуть дороже, чем... Чуть дороже, чуть дешевле, чем средство для всего лица от Medicate. Вот такая вещь. Буду пробовать и пытаюсь сейчас избавиться от вот этого пятнышка. И ищу других после дерматита. Сипа ура! У нас появился бренд Charlotte Tilbury. И я купила румяна. Вот такие. Кстати, я думала, что упаковка будет потяжелее, что она такая вот люксовая. Ну, как бы, судя по цене, ты, в принципе, можешь этого ожидать. Но по факту это что-то такое легкое. Если, конечно, ты куда-то постоянно носишь свою косметику, то это плюс. Но я думала, что это будет тяжелый люкс в прямом смысле этого слова. Ну, как есть, так есть. И я купила себе румяна. Они еще так туго открываются. Pillow Talk. Я думала, что они будут чуточку посветлее и более розовые. А по факту они даже немножечко отдают теплинкой у меня на лице. Такие, не хочется говорить оранжево-розовые, но что-то в этом есть. Пока что я к ним не приловчилась. Я сейчас довольно бледная, поэтому они слегка так как бы еще и затемняют все. И рыжинка присутствуют. Я не знаю, вот есть румяна, типа как MAC, Dainty. Они супер красивые, поэтому если у вас нет тестера, вы нигде не можете их попробовать, то вопрос, а надо ли. То есть подумайте дважды. Я думаю, что у них есть какие-то более красивые оттенки. Также купила себе тушь для чувствительных глаз. Это Clinique Chubby Lash с силиконовой щеточкой. Она делает очень красивые естественные реснички. И очень черная, такая интенсивная. Действительно на туши Clinique глаза не реагируют. Если у вас они краснеют, если чешутся, если есть какой-то дискомфорт от туши, я в принципе не всегда покупаю себе вот такие туши. Я чаще всего пользуюсь бюджетными. Но раз такой ситуэйшн, то нет выхода. H&M. Помимо подарков для Жорика, я купила и подарочки для моих мальчиков. Для наших. Это был набор с рубашкой и с какой-то футболкой с надписью. Покупок для детей не будет много. Не переживайте. Красивая байковая рубашечка в клеточку. Очень нравится. Мягкая. И я обожаю вещи для детей из H&M. По большей части они меня всегда радуют. Для Захара я взяла такую зеленую тоже в клетку из такого же материала. Захара у нас носит вещи на 9-10 лет. Представляете? Еще нашла джинсы с подкладкой. То есть они не совсем тоненькие. Здесь вот такой хлопок. Все же под них придется надевать термобелье, когда станет совсем холодно. Или колготки, или же подштанники. И джинсы, между прочим, не дубовые. Мальчики не любят жесткие джинсы. Поэтому для детей это, конечно, плюс. Так как Игнат помладше, на него еще и есть колготки. На 6-7 лет беру. С щенячьим патрулем. Две штучки. Я не знаю, как ваши дети, а наши постоянно теряют перчатки. Ну что тут говорить. Не только дети, но и взрослые тоже отличаются этим. И у нас есть несколько. Я взяла еще вот такие теплые. Самые обычные, черные. Так как они все равно со временем тоже, наверное, куда-то испарятся. Для Игната на 6-8 лет. Для Захара на 8-10. Я долго думала, что же на подарок взять. Жорику, сладкому пирожку. И мама говорит, у них столько игрушек. У меня мало места в багаже. Я не успею сбегать куда-то в детский магазин уже там на месте. Поэтому я решила взять хотя бы что-то из задержек. Ну, чтобы не приходить с пустыми руками. Боже мой. Вот когда это было... Ну, когда я тоже покупала такое милашество моим мальчикам. Так быстро время летит. Я в шоке. Вот такой стильнючий спортивный костюм на 12-18 месяцев. На вырост. Я подумала, что даже если будет лето, то вечером или бывает, в принципе, даже днем прохладно, им точно пригодится. Это номер раз. Номер два. Это рубашка с бабочкой. Не хухры-мухры. Вот такая хлопковая, прикольная бабочка. Мне иногда нравилось наряжать мальчиков. И впереди много праздников, каких-то семейных торжеств. Поэтому я уверена, что хотя бы несколько раз они наденут эту красотень. К вот этой рубашке я нашла еще штаны с подтяжками, которые я также покупала мальчишкам. Это так здорово выглядит, так нарядно. Они тоненькие. Можно надеть какие-то колготки под низ на 6-9 месяцев. Эти подтяжки это нечто. Здесь в этих штанишках, как практически во всех брюках H&M, регулируется ширина. Поэтому можно будет подогнать, немножко подвернуть, если будут великоваты. И еще к рубашке, если вдруг будет прохладно, под низ можно надеть боди. А сверху еще и такой кардиган. Ну скажите, красота. Правда? Это же все на 6-9 месяцев. Боже, я реально обожаю покупать что-то на подарок своим близким. Меня хлебом не корми. И себе я все-таки взяла, себя не обделила, как видите, вот эту недожилетку. Да, она не теплая, но я попытаюсь как-то с ней поиграться. Выглядит прикольно. Если вы хотите, чтобы я попыталась повторить образы других стилистов, напишите, как вам такая идея. Может быть, как вариант. Почему бы и нет. Какой-то новый контент у нас с вами появился бы. Еще взяла вот эту байковую рубашку клетчатую из мужского отдела, если вы помните. И я заходила в Pull&Bear, заходила в Бершку. Там и близко ничего такого нет. Вообще нет байковых клетчатых рубашек. Я очень сильно удивилась. И, между прочим, у нас не было, совсем не было маленьких размеров пуховиков Massimo Dutti. То есть, их размели буквально сразу, как я понимаю, или просто еще не успели довезти. Поэтому, может быть, в следующий раз. Но я уже нашла другие пуховики от российского бренда. Заказала, жду, когда они ко мне приедут и померяем вместе. И так, как говорила, я все-таки купила эту сумку Shopper. Может быть, завтра с ней сразу же и поеду. Такая она плотненькая. И летом тоже смогу носить, например, на пляж. А сейчас вы точно упадете. Приготовьтесь. Мы обещали детям, ну, это не только мы, а с соседями. Мы хотели сделать такую костюмированную вечеринку, маскарад. И, ну, не знаю, как-то этот Хэллоуин внедрился и в польскую культуру. Некоторые его отмечают. И я помню, мы как-то с детьми ходили на вечеринку, где все были в костюмах, кроме нас. Мы типа так, ну, зачем мне мама? Почему у нас нет? Почему у нас нет? Короче, решили нарядиться все. И мы с папой в том числе. Это не то, что вы подумали. Хочется сказать. Это капец. Вы это видите? Я хотела какой-то недорогой костюм. Но при этом, чтобы он был в тематике Хэллоуина. И очень много было таких секси каких-то. Там, господи, кого там только не было. И я думала, ну, как-то на картинке. Выглядело так. То есть там была другая фотка. Я заказала на Аллегро. Недорогой костюм. Посмотрим. Еще и взяла красные колготки. Когда вернусь, буду наряжаться. И, возможно, даже успею снять влог. У папы тоже будет красный костюм. Из какого-то там сериала он сказал мне заказать ему с маской. Я подумала, что в красном мы будем неплохо смотреться вместе. Выглядит как из магазина для взрослых. Хотя нет. Это был магазин с костюмами. Я надеюсь, вам там весело со мной. Это не мои покупки. Это уже посылка, подарок от Nanu Nano. Я ничего там не заказывала. Я постоянно их упоминаю, потому что я реально там что-то покупаю. Даже осенний декор. Это мне ничего никто не дарил. Это были реально мои покупки. А сейчас они что-то прислали. Давайте посмотрим. Боже, как мне приятно. Здесь чашечки, маршмеллоу, чай. Что это такое? Ложка с шоколадом. Какой прикол. Чашечки я, наверное, сниму, покажу в инстаграме. А еще и диффузор. И для заваривания чая. Вот такая штутика. Боже мой. Перевязано все такой ниточкой. Это очень приятно. Спасибо большое. Так, и, пожалуй, с покупками это все, что я хотела вам показать. Теперь иду собирать чемодан. И пока буду у мамы, как раз смонтирую это видео. Но вы еще не переключайтесь. Нет, я не могу этого не показать. Вместе еще с двумя покупочками из Тика и Макса. У нас есть не новогодние эти чашки из Nanu Nano, а другие. Я часто их использую. На самом деле, например, кекс я делала в чашке, помните? В микроволновке. Это тоже такие же чашечки, только новогодний вариант. И теперь у каждого из нас есть именная чашка. Оля, Тома, Кигнат и Захара. Еще и всякие вкусняшки к чаю. Так что можно уже потихоньку включаться в новогодний режим. И диффузор я уже потом ближе к праздникам открою. В Тикой Максе я взяла вот эту форму. Красивая, правда? И такой размер удачный. И с крышечкой. Все, как я люблю. Ну и, конечно же, вот эта салфетка. Теперь у нас тоже поселится. Но она будет ждать праздников. Такие обновочки для дома. Неожиданные и запланированные. Девчонки, я должна с вами этим поделиться. Пока готовила, я слушала вот это шоу Маши и Фросинины. Я так понимаю, что это что-то новое. Сейчас как раз пришли дети после этого. Я смеялась в голос. Я даже подписалась на Машу. Я никогда до этого не следила за творчеством Оли Поляковой. Но это бомба. Я оставлю вам ссылку внизу. Тоже посмотрите, обхохочитесь и услышите много, наверное, на такого жизненного. Ну а вот. Не знаю, на самом деле. Но вот еще и в школе училась. Он был в таком состоянии. Боже мой, я не чувствую своих ног. Мне кажется, я все отдала бы за массаж. И я так находилась за эти два дня пребывания у мамы. Точнее, даже не у мамы. Вчера мы поехали к брату. Сначала посидели у них. Поносили немножко журика. Погуляли. А дальше была настолько хорошая погода, что мы с мамой решили прогуляться по вечернему Киеву. Также зашли в торговый центр. Я там кое-что хотела найти. Сразу поремонтировала очки, на которые я случайно села всего за 50 гривен за 2 минуты. Мне идеально подровняли, там подогнали все под меня. Так что еще и кое-что полезное сделали вчера вечером. Сегодня вот только я могла так попасть. Мы с мамой поехали в паспортный стол. Ну, так дальше мы все равно планировали ехать в Киев. Мама живет в пригороде. И вы не поверите, что могло случиться. Я могла себе представить, что будет ошибка в паспорте. Потому что у меня фамилия по-польски пишется по одному. А если с украинского переводить на английский, то по-другому. Я раньше подавала заявление, чтобы написали правильно. Я даже была готова к тому, что кто-то что-то не досмотрел. И паспорт просто не будет готов. Хотя мы перезванивали, узнавали, сказали, что он лежит и ждет меня. Но он есть. Я просто не смогла его забрать. И одно дело, если бы я там забыла какие-то документы. Никогда не угадайте. Не работала система, в которой нужно оставить свои отпечатки пальцев. Я же вроде оставляла. Или когда забираешь, то нужно снова подавать эти отпечатки пальцев. Или он только выдается. Ну, короче, вот эта система общая, куда загружается вся информация. И где регистрируются паспорта, по которой все выдается просто целый день. Лежит. Ни у кого не принимают заявления. И не выдают паспорта. И прежде чем забрать, я сидела и думала, а как я вернусь? Я же обратно купила билет на старый паспорт. Мне сказали, что его можно оставить, если надо. Но вот того, что я не заберу новый, а я специально всегда приперлась ради него, чтобы вы понимали. Короче, нам сказали, что можно сидеть, ждать. Это может 15 минут не работать, полчаса или целый день. Мы с мамой поехали в Киев. Встретились с тетей, с двоюродной сестрой в женской компании. Провели целый день. Потом еще гуляли. Погода в Киеве настолько роскошная. Прям супер теплая, комфортная осень, когда не нужно на себя надевать 100 одежек. И солнышко где-то выглядывает. Нет ветра. Просто супер. Завтра у меня целый день на то, чтобы попытаться забрать паспорт. И если он вдруг так и останется там лежать, ну что ж, придется еще раз приехать за документами. Практически ничего не снимала здесь, потому что ля-ля-ля, тополя, с мамой, с тетей так наобщались, так нагулялись. И сейчас я переоденусь в пижаму, умоюсь, целый день ходишь в маске. Вот супер, конечно, некомфортно. Мы наскакались по всем переходам Киева, метро и маршруткам. Хочется помыться, надеть теплую пижаму и просто лежать. Возможно, буду монтировать видео. Ну, короче говоря, я так и расслабилась. Бонусная часть влога. Я только приехала, и мы уже идем на вечеринку. Костюм великоват, ну и ладно. Ну все, мальчики, готовы. Страшный клоун и спецназ. Мы почти готовы выдвигаться. В маму нельзя целиться. Тома, покажись, пожалуйста. Мне кажется, ты реально снимался в этом сериале. Иди сюда, пожалуйста. Супер. Огонь, я считаю. Спасибо большое вам за просмотр. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...